Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале, и вот сегодня я опять записываю видео, вот несколько видео подряд у меня сегодня получается записать, и этому я очень рада. Сегодня я хочу показать вам еще один трюк с тенями, которые вам не нужны, которые по какой-то причине вы больше не используете. Ну, у меня вот опять палетка с зелеными тенями оказалась под рукой, но, безусловно, подойдут больше темно-серые тени, серые, коричневые и так далее. Кстати, вот именно они очень часто не идут для того, чтобы делать макияж, потому как очень тяжелые цвета, если мы говорим о серых цветах, и очень много красного пигмента, который не всегда красит, если мы говорим о коричневой палетке теней. Итак, этот трюк я посмотрела у какого-то ютубера, очень часто его использую, и он очень хороший, особенно когда мы поднимаем волосы, и у нас образуются такие залысины, да, очень часто. Но также этот трюк очень хорошо действует вот сюда на пробор, он подходит для длинных волос, для густых волос, ну, я думаю, вы уже поняли, о чем я хочу вам рассказать. Да, мы просто берем и добавляем себе некой густоты волос там, где, в общем-то, надо ее добавить, надо ее добавить. На самом деле это все делается не так быстро, давайте я вот здесь вот вам покажу, как это все может выглядеть, и, возможно, это будет все-таки лучше смотреться с тенями более темного. Да, мне нужен более темный оттенок, чтобы замаскировать мою белую кожу здесь. Поверьте мне, трюк работает очень хорошо. Прокрашиваете вот здесь, такое ощущение, что у вас волос очень много. Если вы носите распущенные волосы, да, прокрашиваете чуть-чуть вот здесь, тоже это все будет очень хорошо смотреться. И, соответственно, если вы подбираете волосы, очень часто тоже случается такая неприятность, да, здесь образуются вот такие проборода, вот они уже образуются. Особенно, если волосы не очень чистые, да, уже начали жирниться. А, кстати, очень хорошо собирать волосы, когда они начинают жирниться, и день так проходить, то есть избежать лишней помывки, да, лишней травмы для кожи головы. Так вот, вот здесь тоже очень хорошо все, можно это замазать, и, в общем-то, такое будет ощущение, что у вас много хороших волос, все очень густо и красиво. И, в общем-то, такой вот трюк. Повторюсь, зеленые тени у меня были здесь просто под рукой, но сюда, безусловно, хорошо, отлично подойдут темно-коричневые, а также темно-серые цвета. Вот тут все замазываем себе, такие красивые, с густыми волосами ходим, никто ничего не знает. Хорошего дня, пока-пока!